дорогие друзья всем привет привет меня зовут ирина и сегодня я хочу вам показать свое обновление коллекции растений здесь также будут растения которые мне достались на попечение лечение я тоже сначала наверное в первой части о них расскажу а также мои новые растения и пророщенные черенки вот уже укорененные я тоже вам покажу какие мне достались давайте начнем я хочу начать первое это вот с такой азалии название полное я подпишу внизу она сейчас цветет но уже почти отцвела и в процессе перевозки отвалились некоторые бутончики здесь было ранее еще два куста с ними произошла какая-то беда и остался вот только один кустик который нужно также пока он цветет я с ним ничего не буду делать просто обеспечи ему правильный полив свет уход а потом когда она цветет стараюсь его удобрить и перевести в какой-то более-менее приемлемый вид вот на вообще растение классная она меня давно привлекала и вот моя мама уезжает и отдала мне на попечение вот таких друзей которых нужно не только опекать ну и подлечить вот у меня есть такой антуриум листья довольно большие они больше чем в моем антуриуме более вытянутые я к сожалению не знаю какой это сорт но видите с ними какая беда случилась мне кажется их что-то поела что-то на него напало и здесь был неправильный грунт он был посажен абсолютно универсальный грунт грунт был такой влажный в нем было какое-то болото и соответственно растению это не нравится для антуриума нужен особый грунт который по составу очень схожи с грунтом для орхидей здесь должна быть и кора перлит вермикулит и но он должен полностью пропускать влагу это растение я обрабатывала от вредителей какой-то фирмы форта я по моему использовала обработку два раза его обрабатывала еще наверное один раз обработаю все вот эти растения они стоят на кухне что далеко от моей коллекции вот они как бы у меня немножко на карантине я за ними наблюдаю как что как им можно помочь вот если у вас есть какие-то идеи пожалуйста напишите в комментариях буду очень благодарна я также про каждое растение которое у меня ранее не было ищу максимально полную информацию чтобы обеспечить ему качественный уход мне достался вот такой вот симпатичный полосатик хлорофитум здесь у него даже детка я его посадила ну мне растение отдали без горшков без ничего просто просто корни в земле поэтому я его посадил такой горшочек поставил в кашпо возможно в дальнейшем это кашпо я сделала в нем дырки он тоже будет постоянным домиком для этого растения достаточно пышный кустик я садила тут два или три кустика и вот я тоже за ним ухаживаю потом мне его придется отдать вот он очень симпатичный но у меня есть такое же я брала также у мамы вот росточки их проращивала в воде и у меня тоже получился такой чуть-чуть не такой пышный кустик но я думаю что он разрастется здесь только надо за ним поухаживать еще удалить этот листочек не увидела вот а так мне очень нравится как он выглядит смотрится за счет своих полосок очень привлекательный очень классный вот эту детку кстати ее можно наклонить ближе к земле и она прирастет будет еще один кустик я думаю все в этом знают у меня вопрос к вам большой будет и просьба по поводу этого растения это кала насколько я понимаю здесь вот видите она так сушит листик возможно она ложится спать но сейчас январь я не знаю здесь еще маленькая калочка помогите что с ней делать как ее поливать я честно говоря не могу найти нормальную информацию что вот с ней произошло лечить ее или оставить в покое я честно говоря не знаю патифилум он был с такими засушливыми листами не все по обрезала он пока не цветет вот я тоже тут два кустика было их садила вместе они достаточно маленькие но есть уже прирост есть новые листики вот он уже меня две недели стоит я смотрю чтобы ему хватало влаги этот вот лоточек большой стоит у меня на окошке так что света им точно хватает это вот растение я не знаю как оно называется кто знает скажите в комментариях напишите сейчас поближе покажу вот оно говорят светет здесь я вижу новые листики появились вот мне очень интересно как оно называется я не нашла я знаете иногда использую для поиска растений я яндекс фото или google фото фотографирую растение в поисковике его ищу либо на форумах спрашиваю но не всегда на удается найти название растения если кто знает как называется напишите пожалуйста это алоэ вера я его купила в икее к сожалению с ним было не все так гладко достаточно большие два кустика здесь много было деток до сих пор вот они остались здесь было еще больше деток но увидите он не в самом лучшем состоянии я его купила по скидке за 199 рублей выбрала самый нормальный но он был уже гниющим его сильно залили это растение в икее я не знала выживет он у меня или нет его посадил в нормальный грунт здесь песок хороший дренаж ему поставила поливая его редко вот он стоит меня на солнечную если так можно за димой в общем на окошке света ему в принципе хватает но он вот так вот заваливается и у него сгнило уже несколько листьев я их отрезала и не знаю может быть это не естественный процесс потому что я вижу что здесь растет из серединки новые листочки но они вот как вот они вот так заваливаются и они сильно как-то тургор даже теряют сейчас более-менее но все равно выглядит не очень то я думала что в икее очень хорошее растение очень много растений из моей коллекции я приобрела в магазине икея мне казалось что за ним там неплохо ухаживать но доказывается что не все так гладко поэтому смотрите внимательно при покупке драцена сандера или сандера также вот такие корни у нее большие уже отросли вот эту баночку тоже купил магазине икея и драценку тоже за 129 рублей как называется еще по-другому бамбук счастье итак друзья бамбук счастья драцена это покупка моя давно желанная хоть стоит она очень недорого но что-то я на нее не решалась из-за того что растение растет в воде это кажется очень сомнительно как-то в воде мало питательных веществ вот в будущем я эту драценку планирую сажать в грунт но не знаю как это будет выглядеть я еще не придумала но конечно она мне очень нравится действительно похоже на бамбук и вообще такая симпатичная прикольная вот смотрится в этой вазочке очень здорово в уходе на вообще не прихотливая и главное свет и все в принципе воду менять ну где-то один раз две недели меняю вот смотрю чтобы здесь ничего не загнивала корни уж достаточно крупные не знаю как это будет выглядеть в будущем на сейчас мне очень нравится такие листочки забавные уже отрастила еще одна моя покупочка из икея вот такой суккулентик коралл это красула авата коралловая такая симпатичная она у меня как я использую этот круглый горшок как кашпо но очень мне понравилось я не смогла устоять и это толстянка еще денежное дерево по-другому называют из всех и любимая вот она мне больше всего нравится как она выглядит но так она реально похоже на кораллы раньше я думаю что это хоббит но мне написали что это все-таки коралл если яркое освещение то вот эти вот как бы дырочки на листиках они приобретают такой розовый окрас классное растение вообще неприхотливая в уходе полив умеренный раз в неделю но я смотрю как просыхает грунт я пока еще не очень привыкла к нему но живет растение меня уже больше месяца в принципе ему все нравится такие росточки плющика не достались это плющ обыкновенный и плющ канарский такой варигатные очень красивые пышные листочки у него правда еще четыре штуки я надеюсь что у меня прервется будет расти я укоренял сначала в воде сейчас уже пересадила в грунт вот обыкновенный уже начал наращивать дальше свой стебель также я вот в воде пытаюсь укоренять еще вот такие плющики я не знают обыкновенный необыкновенный у него какой-то бордовый окрас немножко растут на концах новые листики на корней так нет они мне что три недели ничего с ним не происходит вот эти быстро и укоренились давайте посмотрим эту красотку традисканция зибрина мне досталось несколько таких вот от росточков я их еще еще раз переукоренила и когда вы срезаете вот сразу же активируется рост новые веточки вот очень быстро переживается дает корни буквально за день-два вот и даже у меня остались такие стволики без листьев я тоже воткнула в землю смотрите из них пошли росточки но она вообще очаровательная так хочу отрастить и такую пышную бороду такие кудри и подвесить в кашпо очень классные растения обожаю его то я вам растение уже показывала замякулькас но просто хотела вам показать он значительно так обновился с прошлого видео поэтому посмотрите какие у него свежие новые побеги выросли но очарование просто ну классный очень нравится мне просто еще мучает вопрос по поводу этих побегов они вырастут выше чем вот эти или они будут на определенном уровне вот не знаю посмотрим очень интересно классный он я прям обожаю одно из моих любимых растений вообще неприхотливые в уходе всем новичкам я рекомендую здесь единственное правило главное не перелить и быть очень осторожны с поливом говорят что это растение теневыносливое но вы знаете она очень любит свет сейчас она стоит под лампой потому что я хочу помочь поскорее ему отрастить такие нежные красивые листики обновления я снимала по этому растению короткое видео и где-то ставлю как она выглядела до этого момента и это алоэ столетник мне его отдала бесплатно девушка с авито добрая девушка спасибо ей большое вот во что он у меня превратился в шикарный такой кустик красивенький здесь очень много деток три стволика еще куча деток я весной планирую их рассаживать он так вот набрался мужества такой стал красивый растет дальше продолжает тянуться к солнышку посмотрите выпускает новые листочки ну не знаю мне очень нравится кто-то считает что это бабушкины цветы алоэ но вот мне так нравится они вообще не колется они такие прикольные неприхотливые абсолютно живучие такие поэтому кто также разделяет мое мнение по поводу алоэ очень советую рекомендую завести к тому же говорят полезное растение если там нужно какую-то рану залечить или еще что-то вы просто отламываете листик и берете вот этот сок мне так жалко брать этот вот сок из растения которые я очень люблю вот растение для меня такие же питомцы как животным есть еще попугайчик вот и я к растениям также отношусь как и к птице своей давайте друзья также покажу свои растения которые укоренила в воде сейчас посадила уже в грунт не у меня здесь неделю наверное кто-то больше кто-то меньше все примерно плюс-минус вот так гибискус вот такой сейчас стоит в парничке такое сделано из пятилитровой бутылки вот я сейчас его достала только чтобы показать вам этот росточек и вы знаете мне укореняется здесь 2 гибискус это из одного материнского растения срезаны они в одно и то же время но один вот укоренился быстрее 2 нет и вот этот у меня укоренялся около двух месяцев а этот до сих пор не укоренился хотя есть уже вот эти белые точечки но корней так и не было два фикуса фикус али вот растит новенький листочек но он совсем-совсем маленький а вот этот мне кажется что это фикус но я чё-то сомневаюсь даже тот фикус странный какой-то растение я его еле-еле укоренила потому что в процессе укоренения он отращивал корешки но все они обламывались как только я доставала его из воды какой-то очень слабенький я не уверена что он будет жить но дадим ему шанс на жизнь также укоренился у меня я посадил в грунт это фикус бенджамина такой маленький я его срезала с очень маленького деревца но ему много лет этому деревцу но она достаточно компактная маленькая птича в общем он похож на березку такую маленькую я думаю что еще один росточек нужно попросить вот сейчас он не очень привлекательно выглядит не знаю посмотрим что получится и хотел вас спросить ваше мнение вот что это за растение честно говоря не знаю оно росло деревом просто вот на улице я увидела такое прикольное дерево я подумала что это фикус и отломила веточку но это не фикус дело было в адлере просто на улице отломала и он даже начал я как будто бы цвести честно говоря даже не знаю что это посмотрим что это из этого выйдет если кто знает напишите пожалуйста есть еще у меня растение на укоренение но корни я пока жду поэтому показывать не буду если будет все успешно покажу в следующих видео итак друзья на этом все спасибо что посмотрели это видео всем пока пока и до следующих видео с вами была ирина